Ганец из оккупационного совмина среди бела дня принес вместо водки фальсификат. Такое шоу устроили на заседании так называемой комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Глава комиссии Александр Акшатин по поручению Аксенова сходил в магазины в центре Симферополя. Оказалось, что из четырех бутылок спиртного требованием законодательства не соответствовала ни одна. Закупку сделали после того, как так называемый первый замминистра промышленной политики Константин Равич сообщил на заседании, что при внеплановых проверках из 54 субъектов хозяйствования, занимающихся продажей алкоголя, нарушения были выявлены у 15. Аксенов к тому же предложил на заседании ввести в Крыму запрет на свободную продажу косметического лосьона «Боярышник» в объектах торговли. Из-за доступности этого медицинского средства и его дешевизны от 17 до 19 рублей за 100 граммов 70-градусного лосьона, в Крыму настойка «Боярышника» стала очень популярной. Вред от него заявили на заседании комиссии обусловлен крепостью и использованием низкокачественного спирта. Поскольку «Боярышник» не предназначен для употребления внутрь, его продажа не регулируется нормативами и требованиями к спиртосодержащим напиткам. Продается практически везде – в продуктовых магазинах, ларьках, магазинах при заправках. У меня сосед употребляет и, в общем, выглядит печально. Я бы запретил еще спирт продавать в аптеках в больших количествах, то есть не больше одного пузырька, но два максимум. Ну и то же самое к «Боярышнику» и «Валерьянке». Потому что я неоднократно наблюдал, когда берут по 10-20 этих бутылочек. Некоторые крымчане вообще боятся покупать спиртное на полуострове. Это вы знаете, вот сейчас вот и друзья, и сколько, все боятся покупать, потому что боятся отравиться. Столько уже по телевизору показали, какую только не делают. Просто надо сделать монополию на нее и все. Все, государство, чтобы отвечало. Да и цены сумасшедшие, космические, обыкновенное вино. И вот под Новый год как-то пошел в сельпо, купил за 198 бочесарайского разлива вино. Так оно ж порошковое. Попробовали, оно ж никакое. Это не виноградное, а сейчас подделку делают. Запрет продажи лосьона «Боярышника» прошенные нами крымчане поддерживают. «Боярышник?» Конечно, конечно. Про запрет поддерживают. Такое, конечно, продают в магазине. Я считаю, в аптеках надо. И тут по рецепту врача. Ну, даже не по рецепту, но сейчас в магазине каждый фигмент. В ассен или вагон. Травятся люди. Смысл ее продавать. Это людей губят. Это губят. Это просто геноцид против этих всех людей, которые не имеют работы, не имеют ничего. Это они «Боярышник», «Боярышник». Куда их увозят, не знаю. На заявление о заседании комиссии активно отреагировали соцсети. Не применули пользователей сетей поиронизировать насчет того, что в Крыму все паленое. И насчет самообороны и казаков, которые месяц сдерживали правосеков на одном «Боярышнике». «Боярышники». «Боярышник». 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 «Боярышник».